Ситуация с ростом цен на продукты питания в Бодайбу близка к критической. В связи с этим в городе даже состоялась встреча сотрудников прокуратуры, местной администрации и владельцев продуктовых магазинов. Чем закончился разговор представителей бизнеса и власти, расскажем в первом материале выпуска. Гастроном, 17 марта. Это не магазин, это музей. Ни одного ценника. Уже две недели жители Бодайбу ходят в магазин буквально на удачу, ведь ценников на прилавках попросту нет. Итоговую сумму называют лишь кассиры уже по факту. И эти цены ужасают. Такую незамысловатую схему торговли придумала одна из местных предпринимательниц. Терпения жителей города надолго не хватило. Люди сразу же обратились в ФАС, следом к делу подключилась прокуратура. Сотрудники ведомства организовали встречу с владельцами всех продуктовых магазинов. Ждали и бизнесвумен, в магазинах которой средний чек теперь приближается к 10 тысячам рублей. Но вместо женщины на беседу пришли ее представители, которые не были настроены на диалог. Мы как слушатели просто прошли нам, сказали, сообщили, послушали, принять выводы какие-то для себя. Помномочиями по комментарию о повышении цен я не наделена. Но могу сказать следующее, что повышение цен, скорее всего, обусловлено повышением цен поставщиками. На поставщиков я ориентировал. И действительно, поставщики сейчас подняли закупочные цены на 20-30%. Но в бодайбинских магазинах все той же предпринимательницы стоимость продуктов выросла в два, а то и в три раза. В первые дни переоценки это даже спровоцировало панику среди местных жителей. К тому же из-за этого пострадали владельцы других магазинов, которые не стали поднимать цены. Товаров в таких торговых точках почти нет, а когда будут новые поставки, неизвестно. Если мы говорим уже об основных группах, о которых сейчас был разговор, например, у одного из основных наших поставщиков, с четверга ждем прайс. Прайс нет. Хотим сделать закуп. Прайс не дают. Сколько могут отгрузить, не дают. То же самое касается растительного масла и всего прочего. В том числе поэтому и пришлось организовать встречу с сотрудниками прокуратуры и администрации Бодайбинского района. Предприниматели и обычные покупатели требуют найти рычаги давления и снизить стоимость продуктов. Но по закону муниципалитет не может повлиять на ценообразование. Именно поэтому за работу взялись сотрудники надзорного ведомства. Мы фактически являемся одним из лидеров в области по проценту повышения цен на товары. Соответственно, мы сейчас в этом плане активизируем мероприятие направлено на выявление пресечения нарушений, способствующих росту ценности на продовольственную продукцию и промышленные товары именно первой необходимости. Если проще, сотрудники прокуратуры будут заниматься мониторингом цен в магазинах города золотодобытчиков. Этим же займется и местная администрация. Все данные отправят в службу потребительского рынка Иркутской области и в федеральную антимонопольную службу. И если выяснится, что кто-то из предпринимателей необоснованно поднимает цены, владельца торговой точки ждет серьезный штраф. Данил Седов, новости по будням.